Добрый день, дорогие друзья! С вами сегодня ваши два риэлтора Надя Эггерс и всем привет я Дэвид Эггерс, муж Наде больше 20 лет, редко с вами видео, но, конечно, я фанатик YouTube-канал RuFlorida, я тоже риэлтор, я тоже член команды Эггерс Team Florida и очень рад быть с вами сегодня и мы ваши риэлторы в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Сегодня Дэйв и я смотрим дом для нашего клиента, мы снова смотрим это дистанционно, клиент по разным причинам не успевает прилетать, но дом очень ему понравился, он попросил нас сделать обзор дома. Дом находится в районе Лейк Нона. У нашего клиента следующий критерий, дом обязательно должен быть с бассейном и чтобы было прайвеси с бэкьярда, то есть со двора, чтобы не было по максимуму соседей или был бы хотя бы забор. Его ценовая категория, его бюджет до 900 тысяч долларов. Вот мы нашли дом, в нашем понимании дом мечты в городе Лейк Нона, это пригород Орландо. Вы уже знаете Лейк Нона, мы с вами уже общались в предыдущих видео по этому району, но я напомню, что этот район очень знаменит своей инфраструктурой. Здесь огромное количество социальных мероприятий проходит, много пластмагазинов, ресторанов, проходят фермерские рынки с живой музыкой. В общем, здесь жизнь бурлит. Очень отличные школы, одни из самых лучших в Орландо, это находится именно в этом районе. Давайте мы по поводу дома. Ну, я помогаю. Да, давай, Ливид, даем слово. Цена 799 тысяч долларов, размер square feet 3200, то есть, грубо, 300 квадратный метр, 4 bedroom, ну, 3,5 ванной, и ежемесячная HOA fee, это 120 баксов, который... Немного, кстати. Неплохо. Да, да, это очень хорошо, потому что видно, что HOA ухаживает за этим комьюнити, и какие у нас еще чаще всего вопросы по налогам. Налог здесь 6800, очень большой участок земли, 0,20 акро. Это, ну, очень хорошее для Орландо, хорошая территория большая. Гараж двух мест. Естественно, есть бассейн, дом блочный. Ну что, погнали, посмотрим. Тоже добавляю, что район Лейк-Нона, наверное, самый быстрорастущий район в центре Флорда. Молодой район, я хочу сказать, и быстрорастущий. Здесь какой-то университет, биология, много-много всего, бизнеса. Ну что ж, сразу приятное впечатление, что высокий потолок. Ощущение такое прям хорошее. Open plan. Открытая планировка, высокий потолок. Мне нравится свет, кстати, стен. Все свеже выкрашено, кстати. Интерьер я тоже, ой, экстерьер я тоже заметила, свеже покрашенный. И крыша новая у этого дома. Здесь красиво выглядит тоже. Здесь у нас, получается, они обустроили под офис, но это может быть и спальня. Есть гардеробная, она небольшая, но наличие гардеробной уже официально делает. А из комнаты возможность спальни. Очень популярно, на мой взгляд, особенно после ковида, имеет офис близко к двери. Если у тебя свой бизнес или гости, они могут сразу попасть в офисе. Это очень модно. У Нади такой план, кстати, дома. Так, что у нас дальше? Попадаем мы в гостевую комнату, living room. Комната для приема гостей. Да, и красивый вид. Хороший свет здесь, много окон. Кстати, здесь прям и бар уже есть, посмотри. Очень удобно. Да, красивое место. Сразу у нас находится по правую сторону. По правую сторону от living room находится столовая. Ну, хорошо, что совсем рядом, но чуть-чуть privacy есть. Ну, есть вход и на кухню со столовой, и комнату для приема гостей. И тоже хороший типо вид, свет, окна, тоже красивый свет стен. Здесь, Юля, посмотри, пожалуйста, покажи. Это половинка ванной. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Через гараж можно грязные вещи там и еще в дом. Здесь люди живут, да? Хороший размер гаража, да. А сейчас в данный момент не живут, дом стейдж, но у них пока еще находятся личные вещи в гараже. На две машины? На две машины гараж, да. Двух мест. Мебель не остается? Мебель, это все стейджинговое. Ну, можно покупать, но это отдельно обсуждается. Да, далее. Смотрите, видимо, TV room. Просторная гостиная, это family room, TV room, да, это семейная комната. Я думаю, что у всех большой телевизор поставили бы в углу, чтобы видно от кухни. Но очень хороший размер и очень хороший открытый флорплан. Да, кухня хорошая. Кухня хорошая. Конечно, все любят и готовить, и смотреть телевизор, и общаться с семьей. Вот это типичный план и очень хорошо сделано. Такая планировка объединяет семью, я так думаю. Да, да. И столовая рядом, но чуть-чуть отдельно. Мне нравится дизайн. Да, гранитные поверхности. И бытовая техника, хорошая, красивая, новая. Да, мне даже нравится в кафе сиять чуть классический. Да, KitchenAid, смотрите, интересно, мне очень нравятся такие решения. Кастрюля, ставится большая кастрюля, и вода можно, как бы, вода можно уже, вода течет уже из этого кранчика, не нужно ее нести от раковины. Да, классический стрел, скажем, да, но светлый, модно в Америке, шкафей, светлая, белая. Конечно, у нас здесь pantry, плодовочка для групп. Да, много мест. И обратите внимание, сейчас тоже стало распространено такое решение, микроволновка и духовой шкаф встроены. Да, хороший план. Пойдем, может быть, в bedroom, Надя. Хорошо. Вспомная. Основная мастер здесь направо. Кстати, это двухэтажный, но мастер-бедр на первом. Мы увидим второй этаж, но мастер на первом. Это классно, да, что есть спальня? Здесь все спальни на первом, на втором этаже бонусная комната. Да, и бассейн мы посмотрим потом, но очень удобно, что главная спальня совсем рядом, отделный вход, можно туда быстро и плавать, и душ принимать. Большого размера спальня и очень красивый потолок. Да, и, кстати, красивый пол, мне нравится и свет, и дерево, качество очень хорошее, и хороший контраст, типа темный свет. Какого года этот дом? Дом был построен в 2004 году, но было очень много обновлений у дома. Да, видимо, они переделаны. Ключая новая крыша. Это классно. Ну, стил, стил понятно, грубо 20 лет назад, очень популярный дизайн, флор-плэн. Качество хорошее. Отделный туалет, оу, хорошее. Что здесь есть? Гардероб огромный. О, встроенные мешочки. Один большой гардероб для двоих. Хорошо, отделный. Душ и ванная отделная. Гардероб? Ой, нет, полочки, да? Кстати, тусинкс надеть, как по-русски, не знаю, но они отдельно, это удобно. Две раковины для нее и для него. Конечно, женщина направо, где больше, и мужчина налево, где меньше. Такова ваше участь. Да, это всегда так. Ну, удобно, что... Не мешают друг другу. Большой размер ванная. Хороший размер. И очень светлая. Даже джакузи есть. Да, и окна с двух сторон. Да, красивее видеть. На лице, да. Да, мне нравится вообще. Также на первом этаже еще две спальни дополнительные. Одну мы уже видели, они переделали, это в офис. Здесь полный санузел, который относится к двум другим спальням. Либо дети, либо гости используют такой. Здесь такая распашонка. Мы свет не включили. Проходи. Распашонка, две спальни, одна напротив другой. Они небольшого размера. Но достаточно для... Вот как ты думаешь, Дэвид, здесь king-size bed в месяце? Я думаю, что нет. Наверное, для queen-size. Queen-size, да. Это, скорее всего, гостевая или детская. Детская гостевая, можно твин поставить. И идентичного размера. Зеркальный эффект. По-моему, совсем такой же, просто другой свет. И да, можно здесь банк-бед или queen-size. Хороший дизайн. Либо, если нет детей, можно один офис и одна гостевая. Да, второй этаж. Называется, это бонусная комната. Хороший бонус этому дому, это бонусная комната. Может быть, тёшинная комната тоже. Тёшина. Далеко от всех. Да, большой размер. Кстати, можно серьёзно даже какой-то... Здесь можно сделать хорошую отдельную... Отдельное жилое помещение для... Опять-таки, как Дэвид говорит, может быть, родственники какие-то к вам переехали, тёща, свекровь. Холодильник. Здесь имеется полный санузел на этом этаже. То есть, совершенно отлично. Или тоже идея, можно бильярдный стол ставить здесь и делать какой-то... Ну, это смотря у кого какая большая семья. А ну-ка, покажите, что там хочется гардеробной. Секретная. Это гардеробная. Ну, кладовочка она сейчас, скорее всего, называется, и её можно переделать будет в гардеробную. О, секрет какой-то есть. О, кондиционер. Да, гардеробная и кондиционер. Да, да. Кажется... Это очень хороший бонус этому дому, потому что действительно можно сделать хорошее жилое помещение. И... Ваша мама, например, может себя спокойно здесь чувствовать. Чувствовать себя отдельно немножко. Здесь можно и гостиную сделать, и кровать поставить, как студия. Да. Или, видимо, у них может быть собаки, и здесь ворота. Я думаю, это от детей. От детей. Для детей. Да. Это санузин. Одинный кондиционер, по-моему, там есть. Значит, если никого нету, можно экономить и температура повыше. Удобно. Самая красивая часть, мне кажется. И, кстати, очень хорошая сеточка. Очень, видимо, новая. Большая. Да, высокая и качество хорошее. Я думаю, что это новая. И красивый вид. Опять-таки, соседи сзади нет. Я скажу, извиняюсь, один минус, на мой взгляд, бассейн. Слишком темный. Мне нравится, когда бассейн чуть светлее покрашен. Но все равно большой, большой какой-то джакузи, хороший дизайн. Ну, дизайн уже такого современного стиля. Он квадратный. И, как Надя сказала сначала, ничего не видно туда. Они хотели privacy. И вот один огромный плюс этого дома, что лес там видно и никого нет с точки зрения соседей туда. Согласна. А там озеро, смотрите, там. Да, даже озеро здесь. Не знаю, плюс или минус. Но я думаю, что аллигаторы там бывают. И подходят. Но забор есть вокруг дома. И еще, смотрите, отдельное такое местечко, да? Да. Это выход из спальни. Да, да, да. Здесь можно читать утром. Кофе попить. Кофе попить, да. Вечером вино. Есть куда, а ледницу не поставим. Тест. Работает. Скорее всего, это было для безопасности детей. Да. Ставят такие установки. Тоже популярно. Ну что ж, как тебе этот дом? Мне очень нравится дом. Действительно. Не знаю, если мы сказали, что цена, как я понимаю, месяца три назад больше 900 тысяч, да? Мы не сказали это, кстати. Да, хорошее замечание. По поводу экономичества в Америке цены падают чуть-чуть. Не сильно, не быстро, но это пример здесь, что они сначала хотели, по-моему, 930. 960. 960, но уже в течение полгода 799. Значит, это пример, как люди более скромно ожидают цены, но 260 – это слишком много, но мне кажется, 799 – очень хорошая цена и, наверное, скоро уходит от рынка. Ну, надеюсь, не мимо нас уходит. Ну что ж, мы на этом с вами прощаемся. Всего вам хорошего. Спасибо, что вы нас смотрите. Нам очень это приятно. Всем пока. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok